И кто-то схватится за первую же версию. Турецкий нашел счета, и его поэтому нужно убить. Но я лишний раз хочу напомнить, что счет в банке — это не клад, зарытый в пустыне. Клад может найти один человек. А о счете, если он найден, знает целая армия банковских служащих и швейцарских полицейских. И гибель турецкого не остановила бы снежный ком, уже несущийся с вершин Альп, на головы российских миллионеров. Им понадобилось бы отстрелять сотни людей, так или иначе, узнавших и предположительно имевших возможность узнать о существовании счетов и именах их владельцев. То есть в данном случае покушение наследователя генпрокуратуры выглядит как жест отчаяния. Мы полагаем, что дело вовсе не в счетах. Дело в самом Александре Турецком, человеке принципиальном и неспособном на компромиссы со своей совестью. Давайте на минуту представим себе, что Александр Турецкий обнаружил следующие факты. Его бывший шеф, генпрокурор Замятин, оказался элементарным вором и взяточником. Эпизод на той скандально известной кассете не единичный, а всего лишь один из многих десятков, если не сотен. И это обычная практика Замятина – получать подарки от заинтересованных лиц в виде девочек по вызову, причем очень дорогих девочек. Давайте представим себя на месте Александра Турецкого в такой ситуации. Ну как вы думаете, позволит ли ему довести это дело до логического конца? И что должен чувствовать честный человек, если на него давят многочисленные начальники, которые тоже не без греха, и намекают, что выявленные факты не имеют непосредственного отношения к следствию? Как он должен поступить? Закрыть на все глаза и уподобиться таким, как Замятин, тем самым сохранив честное имя своего бывшего шефа? Или обивать пороги инстанций в надежде, что не он один в России честный человек? Я думаю, есть лучшее решение этой проблемы. Я приглашаю от имени всех вас, зрителей нашего канала, Александра Турецкого, к нам в студию. Я знаю, он готов рассказать вам о том, что творится в Святая Святых, Генеральной прокуратуре России. И я могу дать вам гарантию, что после того, как результаты расследования станут достоянием миллионов россиян, уже никто не сможет что-то там замять, запутать, спустить на тормозах. Потому что мы все будем следить за их действиями. В ближайшей аналитической программе новые факты, проливающие свет на фигуру Замятина и скандал вокруг видеопленки. Вернемся к событиям в России. Турецкий. 14 апреля, 10.00. Доктор Райцингер появился, как только Турецкий закончил завтракать. Мистер Турецкий, вы можете быть свободны. Дальнейшее пребывание в клинике не способно более улучшить ваше здоровье. Доктор был чрезвычайно сух и сдержан. От вчерашней сердечности не осталось и следа. А было бы неплохо поваляться еще пару деньков. Поближе познакомиться с Беатой. Хотя, если командировка затянется, наверняка можно будет найти поводы продолжить знакомство в другом месте. Ну, например, в каком-нибудь уютном баре неподалеку. Потом можно пригласить девушку в гости или напроситься к ней. А там уж как разложится. Бурбаки любезно прислал за Турецким машину. Лимузин с тонированными, наверняка пуленепробиваемыми стеклами. Шофер, молоденький офицер в швейцарской национальной гвардии в парадной форме с аксельбантами, был сама предупредительность. Замер у дверцы в полупоклоне, объяснил, как воспользоваться баром, кондиционером и сотовым телефоном. Отдал честь, осторожно прихлопывая дверцу. Чествует, как героя, подумал Турецкий. Может, еще медаль дадут за исключительное мужество. Тяжелые ворота клиники бесшумно отъехали в сторону, и толпа журналистов с камерами рванулась навстречу лимузину. Но шофер отчаянно сигнале промчался мимо. Ну и правильно. Лимузин доставил Турецкого к офису Бурбаки. Шофер снова отдал честь, клацнул каблуками, придержал дверцу. Правда, транспаранта «Велкам, мистер Турецкий» на крыльце не было. Девушки в кокошниках с хлебом-солью не встречали, да и самого Бурбаки на месте не оказалось. «Нехорошо заставлять ждать героя», — обиделся Турецкий. «Десять минут просидев в обществе хорошенькой, но какой-то замороженной секретаршей. Хотя, впрочем, может, он медаль полирует». Бурбаки появился только через семнадцать минут. Озабоченный, предельно официальный, руку пожал вяло и неохотно, пропустил в кабинет. «Как ваше здоровье?» «Спасибо, нормально», — усмехнулся Турецкий. «Готов к дальнейшим подвигам». Бурбаки не улыбнулся в ответ. Сложил руки, как школьник, и, глядя куда-то поверх головы Турецкого, заявил. «Я, пожалуй, выражу мнение всех моих коллег и мнение генерального прокурора Швейцарии. Вам следует отправиться домой и как следует залечить раны». «Еще раз спасибо. Я прекрасно себя чувствую». «И тем не менее», — произнес швейцарец с нажимом, — «ваше дальнейшее пребывание в Женеве является нежелательным». «А можно конкретнее?» — попросил Турецкий. «Вы что, принципиально не имеете дел с ранеными?» «Или, как я должен понимать, ваши намеки?» «Нет, ваше ранение здесь ни при чем». «Или почти ни при чем», — ответил Бурбаки, демонстративно глядя мимо Турецкого. «Но мы в нашем ведомстве не желаем иметь дело с чиновниками, которые зарабатывают себе дешевый авторитет, выбалтывая журналистам конфиденциальную или непроверенную информацию, добытую в ходе расследования и до его завершения. «Мы связывались с вашим московским начальством и согласовали вопрос вашего отзыва и замены вас другим следователям, более лояльным к нашим порядкам». «А теперь еще более конкретно», — начал, наконец, заводиться Турецкий. «Если можно?» «Каким журналистам? И какую информацию я, по-вашему, выболтал? Я что-то пропустил, пока лечился?» Бурбаки встал и широким жестом указал на дверь. «Извините, у меня очень мало времени и очень много работы. Могу только заметить, что генеральный прокурор Швейцарии считает Владимира Замятина честным человеком и профессионалом своего дела. И ваше предполагаемое выступление по телевидению с сенсационным разоблачением Замятина и его так называемых «грязных дел» было воспринято нами как откровенное оскорбление не только в его адрес, но и в наш адрес также. «Авиабилет для вас заказан. Вы можете забрать его в аэропорту, самолет через четыре часа». «Что за бред? Какие выступления? Какие разоблачения?» Турецкий ни черта не понимал. Препираться с швейцарцами и требовать подробностей он не захотел. Но, выйдя из офиса, из первого же автомата позвонил Меркулову. «Костя, ты мне объяснишь, что происходит?» «Ты возвращаешься в Москву». Меркулов тоже был отвратительно официален. «Мог бы, между прочим, и здоровьем поинтересоваться». «Но это я уже понял. Я только не понял, почему. Что там у вас случилось?» «Это у вас случилось. А у нас это только обсуждается». «Да объяснишь ты мне, наконец, толком!» — взорвался Турецкий. «Здешние нахамилии нафиг послали. Теперь ты дуешься. Да расскажи, в конце концов, чем я всем не угодил». «А ты не в курсе?» «Ну, был бы в курсе, не спрашивал бы». «Хмуренко вчера». «Хмуренко!» — завопил Турецкий. «Да. Хмуренко вчера расписывал твои подвиги, в том смысле, что он чуть ли не спас тебе жизнь. А ты в благодарность или по каким-то иным соображениям обещал ему развернутое интервью. И еще обещал прямо на миллионную аудиторию подтвердить, что Замятин нехороший человек». «И ты поверил?» «Нет. Но швейцарцы поверили. И вообще, дыма без огня не бывает. Под пулями ты мог наобещать ему чего угодно. Или он настолько нагл, чтобы выдавать в эфир абсолютную бредятину?» «Я его убью», — пообещал Турецкий, вешая трубку. К сожалению, убивать мыслью на расстоянии Турецкий еще не научился. Пока нужно было хотя бы как-то убить время до самолета. Строя ужасные планы чудовищной мести, остычертевшему журналисту, Турецкий забрел в бар, выпил два двойных коньяка и почувствовал себя несколько лучше. Погода была великолепная, намного теплее, чем в Москве. Солнце, никакой грязи. До вылета оставалось еще почти три часа. Турецкий хотел сходить в зоопарк, но потом передумал. И решил пройтись по ленинским местам. Таксист, узнавший Турецкого по фотографиям в газете, попросил автограф. И всю дорогу Болтая довез его до парка Монрепо. Где-то здесь, на Рио-де-Лозанн, проживал товарищ Ленин. Ну, правда, отковырять бы лыжник в районе сплошь застроенном дипломатическими особняками, не рискуя снова столкнуться со швейцарской полицией, было затруднительно. В парке оранжевая машина прибирала аллеи, засасывая пыль и мелкий мусор, как гигантский пылесос. И угудела она, на удивление, не громче пылесоса. Турецкий так заинтересовался, что взялся расспрашивать рабочего, который управлял агрегатом. Увы, тот, в принципе, понимал, но совсем не говорил по-английски. И ничего, кроме компрессор и давления, турецкий из его французской скороговорки не разобрал. И тут ему пришло в голову, что если бы убийцы подогнали к Шестовской даче такой вот бесшумный агрегат с компрессором и запустили его не на всос, а на выдох, то через какую-нибудь дырочку можно было бы очень быстро закачать в полную комнату угарного газа. Замятин. Март 1976. В ЗАГСе было все как обычно. Как всегда бывает в ЗАГСе по субботам. Одни вышли, другие зашли. Третьи подъехали за полчаса и прождали час. Потому что как раз полчаса отводится на одну брачащуюся пару, и ровно на полчаса расписанная заранее очередь опаздывает. ЗАГС, как и всякое социалистическое производство, пробуксовывает. Он в состоянии ежесубботне пропустить через свои жернова на одну семью меньше, чем нужно по плану. Поэтому все участвующие в процессе испытывают неудобства. Незначительные, но многочисленные. У Замятина обнаружилась дополнительная трудность. Невеста. Подъехали, как все нормальные люди, за полчаса. Наиболее активные гости тут же стали выскакивать на мороз, разминать конечности и заскакивать обратно в машины. Греться. Наиболее солидные покидали машины на минуту-другую, чтобы покурить, и перехинуться парой слов с другими солидными гостями. Все прочие подражали либо одним, либо другим. А невесту колотил озноб. Она сидела на заднем сиденье министерской Волги, поддерживаемой женихом и свидетельницей, покрывшись фиолетовыми пятнами, и задыхалась. Сидевший на переднем сиденье Ильичев, он был свидетелем, развернулся задом наперед и, размахивая внушительным букетом роз, рассказывал ей один за другим свадебные анекдоты. Складывалось впечатление, что он основательно подготовился к роли шафера и выучил их штук сто. Никто не смеялся. Неразговорчивый пожилой водитель чувствовал себя неловко, не оборачиваясь, смотрел в боковое стекло на проезжавшее мимо машины. Выйти он не мог. Непарадно одетый и холод собачий. А обстановка, без того приближенная к шизофренической, в его присутствии становилась невыносимой абсолютно. Замятин несколько раз пытался спасти положение, но ласковые и энергичные его увещевания только испортили дело. Алена Пирогова отстранилась от жениха, как от прокаженного, измяв подружке наряд и вдавив ее в дверцу. А когда он попытался вытащить ее на свежий воздух, чтобы с ней не случился припадок, она намертво вцепилась в спинку переднего сидения и расцарапала ему в кровь руку. В конце концов, Замятин не выдержал и вышел подышать один. Ильичев выскочил следом. «Да, Владимир, угораздило тебя. Чтоб невеста настолько стеснялась показаться публике? Ладно, жди, я мигом». Он умчался в хвост длиннющего эскорта и вернулся рысью с четвертушкой армянского коньяка за пазухой. «Помогай». Совместными усилиями они влили Алене в рот полбутылки. Она, правда, тут же выплюнула все это на них и себе на платье. «Фу, гадость!» Но дрожать все-таки перестало. Остаток времени до начала церемонии нервничать было уже некогда. Все впятером вместе с водителем смывали водкой коньячное пятно со свадебного платья и сушили его под струей горячего воздуха над печкой. Саму церемонию Замятин вынес мужественно, как контуженный боевой командир стремительное наступление. Ничего не слышал, ничего не понимал, но постоянно был впереди всех. Невеста и свидетели выглядели еще хуже. В церемонии мейстер, похоже, к такому положению вещей привыкла. Когда Замятин судорожно напялил невесте свое кольцо, годное ей разве что на большой палец, и она его обронила, ведущая ловко поймала его у самой земли и вручила по назначению. Цветы на бюсте Ленина тоже никак не желали держаться. Замятин возлагал их трижды. Но когда молодым велели поклониться родителям, все вышло как нельзя лучше. Пирогов папа изобразил отца жениха. Из-за этого момента Замятин накануне сильно переживал. Своих родителей он на свадьбу не пригласил. Гости одобрительно загудели, потянулись с букетами, жали руку, хлопали по плечу, лезли обниматься, поздравляли, желали чего-то. Наконец, ни у жениха с невестой, ни у свидетелей не осталось рук для приема цветов. Замятин свалил кому-то свою охапку, подхватил невесту на руки. Алена, похоже, ко всему прочему, боялась высоты, но активно сопротивляться при всем честном народе не решилась. Только предупредила ожесточенным испуганным шепотом, что если Замятин ее уронит, она ему никогда не простит. Он не нашелся, что ответить и благополучно вынес ее за порог ЗАГСа. Официальная часть, ко всеобщему великому облегчению, закончилась. Свадебный кортеж растянулся на 200 метров. Впереди неслись два мотоциклиста-гаишника в белых шлемах с белыми портупеями, дальше черная «Волга» с молодоженами и полным багажником цветов. Черная «Волга» Алениного отца. «Волги» гостей. «Волги», «Волги», «Волги». И замыкали процессию милицейские бобики, увешанные воздушными шариками. Алена неожиданно объявила, что возложить цветы следует не куда-то там, а к памятнику Дзержинскому на Лубянке. «Да не получится», — впервые подал голос шофер. «Там движение такое, даже одной машине не остановиться. Кто фотографировать будет?» Алена, тем не менее, настояла. Кортеж отстал. Экс-Пирогова перемахнула через свежий сугроб, на сей раз отказав супругу в праве нести ее на руках. Розы легли на пьедестал Железного Феликса. Ильичев продекламировал. Феликс Эдмундович в парке гулял, Наденьку Крупскую там поджидал. Прямо в затылок вонзился кирпич. Метко кидает Владимир Ильич. «Думаешь, нас не фотографируют и не пишут?» Саркастически, но с некоторой опаской спросил Замятин. «Здесь не пишут, чтоб самих себя по ошибке не записать. Весело, но тоже с опаской возразил Ильичев. Идея. Поехали к другому Дзержинскому, на Красную площадь. Там можно обалденный снимок сделать, в елках. Поехали на Красную площадь. Сфотографировались. Потом гуляли. Гуляли от души в двух шагах от Красной площади, в ресторане гостиницы «Москва». Первым напился Ильичев. Произнес три длинных витиеватых тоста на кавказский манер. Их он, видимо, тоже разучил заранее и пошел опрокидывать одну за другой. Громче всех орал «Горько» и «Халтурщики, чмок давай!» Когда Замятин вышел покурить, Ильичев поймал его и увлек в укромное место. Держался на ногах он не твердо, рассуждал без комплексов, но еще вполне здраво. Рассказал и еще один свадебный анекдот, похабный, но наконец-то смешной, а потом спросил, схватил Замятина за рукав. «Вова, только без обид. На кой хрен ты на ней женился?» «Что за идиотский вопрос? Это что, уникальный случай в мировой практике?» Замятин стряхнул руку Ильичева с рукава, но тот немедленно поймал его за ласком. «Да ты ж познакомился с ней две недели назад! За такое время даже нельзя понять, что залетели. Это из-за твоей Инары? Ты чего удивленную физиономию корчишь? Думаешь, никто не знает, что Алена ведет ее дело?» «Я тебя прошу!» Замятин постарался придать голосу максимальную твердость и убедительность. «Про Инару не трепись!» «Понял?» «Ты ее тоже, между прочим, неплохо знал!» «Намного хуже тебя!» Не унимался Ильичев. «Слушай, а когда вы заявление подали? Хоть неделя прошла? А почему не ждали месяц, как все нормальные люди?» «Сам постарался?» «Или папа сработал?» «Испугался, что ты передумаешь?» «Не задалбывай, пожалуйста!» взмолился Замятин, не зная, как закончить этот разговор. Но Ильичев не собирался так просто его отпускать. Насильно угостил сигаретой и полез с новыми вопросами. «Ты с папой уже общался?» «Ну, как он вообще на твои перспективы смотрит?» «Не знаю. Я с ним виделся всего дважды, не считая сегодняшнего дня. Один раз был представлен в течение получаса. Пили кофе и говорили про погоду на Урале. А второй раз я был приглашен на семейный ужин. Пили чай и обсуждали погоду в Москве. «Все, я пошел. Надо молодую жену развлекать». «Понял. Последний вопрос и все. Могила!» смилостивился Ильичев и даже убрал руки. «Так Инара или папа?» «Алена!» Замятин чуть ли не бегом вернулся в зал, пока Ильичев не передумал. Развеселить молодую жену разговорами не получилось, поэтому Замятин принялся наливать ей шампанское. Поначалу она притрагивалась к бокалу только для виду, но после тоста за равноправие женщин, когда ему удалось влить в нее немного водки, дело пошло проще. Алена раскраснелась, оживилась и в основном стала соответствовать роли свежеиспеченной супруги. Когда она вышла, Замятин содрал в себя галстук и, дожидаясь тоста, бухнул в себя полный до краев стакан коньяка. До того он практически не пил, только подливал жене. Но и тут ему не дали спокойно выпить. Двое коллег из института уже абсолютно никакие, с трудом поддерживая друг друга, повесили у него на плечах и зашептали каждый в свое ухо. «Вова, нахрена ты на ней женился?» Замятин подскочил и, лихо фехтуя двумя чайными ложками, погнал их на место. «Знаете, что Д'Артаньян говорил?» «Я дерусь, потому что я дерусь, а я женюсь, потому что я женюсь». Когда он вернулся, стакана коньяка на месте не оказалось. Поднялся пирогов папа, взял его за плечо. «Пойдем, покурим». Они забрели в тот самый уголок, где Замятин час назад беседовал с Ильичевым. «Давай знакомиться? Мы же как-никак родственники». Пирогов угостил его настоящими американскими Мальборо. «А чем ты вообще собираешься заниматься в жизни, Владимир?» Замятин в ответ улыбнулся широкой, открытой улыбкой. «Давайте как-нибудь в другой раз на эту тему. Мы же теперь родственники, времени хватит». «Хорошо. А ты можешь четко сформулировать хотя бы для себя, зачем ты женился?» Замятин улыбнулся еще более широко и открыто. «Семья – главное в человеке. Если есть семья, значит, есть сердцевина, ядро». Когда все напились, до нужной кондиции начались танцы. Алена под давлением мужа, приняв как следует, временами спотыкалась, но не обращала на это внимания. Она вообще перестала обращать внимание на окружающих. «Вова, скажи честно, почему ты на мне женился? Почему никто до тебя по-настоящему не обращал на меня внимания? Только не рассказывай, какая я красивая, все равно не поверю». «Бестолковая ты!» Замятин почти непринужденно рассмеялся. «Душа в человеке – главное, а в жене – особенно. Красоту в темноте не видно». Несколько минут они танцевали молча. «А почему ты все-таки своих родителей не пригласил?» «Ну, все скоропостижно, конечно, им далеко, я понимаю, но ведь у них сын женится нехорошо как-то, неудобно». «Съездим в отпуск в Свердловск», пообещал Замятин и подумал, «если бы еще отец с матерью стали домогаться, зачем он женился. Точно бы рехнулся». Турецкий. 14 апреля. 19.10. В аэропорту Турецкого встречал Ильин. «Меркулов приказал доставить вас к нему на доклад, но если вы плохо себя чувствуете, то можно доклад отложить до завтра». «Да нормально я себя чувствую», отмахнулся Турецкий. «Доложимся и съездим с тобой, прогуляемся. Надо закрыть одного человечка на 72 часа». «Не хмуренко случайно», поинтересовался Ильин. «Ух, я тут его послушал про то, как на вас покушались. Хм, даже слеза прошибла. Так трогательно звучало». «Не произноси при мне эту фамилию, а то я сейчас начну рвать и метать». Задержать Турецкий собирался Скрипника. В самолете он сообразил, что шестого мог убить только Скрипник. Теперь он точно знал, как именно, но пока не был уверен, за что. Хотя и об этом догадывался. Расспросить Ильина о Лидочке Турецкому не удалось. В машине их ждал поздняк, который при появлении Турецкого сразу похвастался. «А мы, китайца, нашли. Того самого, который пускал фейерверк. Зовут Ли Хуа. Настоящий китаец, из Китая. По-русски два слова знает. Здравствуйте и давай». Беседовали через переводчика. Такого же китайца, но тот уже целых сто, а может и двести слов выучил. Этот Ли Хуа телевизор не смотрит, поскольку ни черта не понимает. Замятина и его собутыльника опознать не берется. Или боится. Говорит, все русские на одно лицо. Зато китаец видел фургон с антенной. Обычная беленькая газель, только с принимающей антенной на крыше. К сожалению, номера он не запомнил. Поздняк сунул турецкому протокол допроса Ли Хуа. Турецкому сейчас было не до того, но демонстрировать подчиненным прохладное отношение к делу было бы педагогически неверно. И турецкий всю дорогу до прокуратуры читал длиннющий протокол допроса свидетеля, суть которого Поздняк уже изложил своими словами. И по дороге до кабинета Поздняк продолжал доклад о проделанных успехах. Почти нашлась Руся Лагуш. Мы прошерстили всех ее знакомых и постоянных клиентов. Не сегодня, завтра возьмем. Она, конечно, прячется, но трудиться в поте лица продолжает. Надеемся взять прямо тепленькой. Я к Меркулову зайду, можно? Насмешливо поинтересовался турецкий, видя, что конца докладу Поздняка не видно. Да я уже почти закончил. Помните, по убийству косых мы делали фоторобот тетки, которая ходила по дому якобы от совета ветеранов. Так вот, очень похожий фоторобот делали у нас в Муре. было заказное убийство банкира, кстати, до сих пор не раскрытое. Так вот, там тоже засветилась женщина, которая под видом представительницы фонда общественное мнение обходила квартиры и задавала дурацкие вопросы. Теперь я могу идти? Ну, ладно, я потом дорасскажу, обиделся Поздняк. Зазвонил телефон. Ну, и где ящик пива? фыркнула трубка голосом главного компьютерного спеца из ТО. Вечером, в крайнем случае завтра, вдохновенно пообещал турецкий. Раскодировали? Все, что смогли. Зачитать можете? Ну, единственное мало-мальски связанное предложение выглядит так. Черный нал лишний раз прокручивался, при этом терялось известное его часть. Ну, еще всякие обрывки. Вам это о чем-то говорит? Да кь, елы-палы, я все понял еще два часа назад. Турецкий все-таки добрался до Меркулова и застал начальство гоняющим чаи и раскладывающим компьютерный пасьянс. «Что, нас уже от всего отстранили? Нас нет, а вот тебя могут». Ио сегодня со мной беседовал и жаждал подробностей о твоей фронтовой дружбе с Хмуренко. Так что придется тебе написать развернутый рапорт и аргументированно доказать, что это ложь и провокация. Зазвонил городской телефон. Меркулов снял трубку и некоторое время молча слушал. Турецкий наблюдал, как он постепенно багровеет от злости. «А больше вам ничего не нужно!» рявкнул Меркулов и собирался бросить трубку, но не бросил. «Кто вам дал мой телефон? Понятно. А вы? Скрипник? Турецкий рванулся к трубке. «Дай, дай я поговорю!» Меркулов сопротивлялся, но Турецкий все-таки отобрал трубку. Меркулов включил громкую связь. «Скрипник? Этот Турецкий!» «А и вы там!» нервно заржал Скрипник. «Я требую двух снайперов, бронированную машину, два билета на самолет до Никосии и никакой милиции». «Где вы? Что произошло?» «Со мной ваша девочка со сломанной ножкой, и если вы не гарантируете мне безопасность, я проломлю ей голову». «Я гарантирую вам безопасность. Где вы находитесь?» «А ваш дрожайший шеф?» «И он, он тоже гарантирует». «И двух снайперов». «Зачем вам снайперы? И где вы, черт возьми?» «У вас есть мобильный телефон?» «Есть». Меркулов метнул по столу турецкому свой сотовый. «Номер». Турецкий продиктовал номер. «Вы турецкий. Один плюс два снайпера в бронированной машине ровно в двадцать ноль-ноль. Подъедете на угол живописной и Берзарина. Это в Щукине. Я вам перезвоню. И не забудьте о билетах. Яков Тимофеевич скрипник, твою мать!» Турецкий бросил трубку, из которой раздавались только короткие гудки. «Да что происходит?» спросил Меркулов, из Багрового став бледно-зеленым. У одного Лидочкиного сослуживца поехала крыша. «Позвони в гараж. Пусть мне дадут какой-нибудь драндулет, похожий на бронированный. И еще мне нужны три рации». «Я поеду с тобой», заявил Меркулов. «Не поедешь», отрезал Турецкий. «Выпей нитроглицерин и закажи эти чертовы билеты». «Саша, объясни, пожалуйста, что случилось?» устало попросил Меркулов. «Потом, Костя, потом». Турецкий выскочил из кабинета Меркулова и через три ступеньки понесся к себе. Ильин с Позняком резались в карманные шахматы и оживленно трепались. «Оружие, запасные обоймы, два дипломата и на выход быстро!» скомандовал Турецкий. «Война началась?» ухмыльнулся Позняк. «А дипломаты зачем?» поинтересовался Ильин. «Разговорчики!» ряхнул Турецкий, выдергивая из сейфа свой ПМ и две запасные обоймы. В гараже им выдали черный Мерседес с тонированными стеклами. Турецкий уселся за руль, скомандовал Ильину Позняку прыгать на заднее сидение. «Вова, доложи, что происходило с Лидочкой за последние три дня». «Так это у нее война?» сообразил Ильин. «Кто такая Лидочка?» справился Позняк. «И почему я об этом...» «Помолчи, Эдик», оборвал Турецкий. «Ну, в воскресенье мы сломали ногу. Одну?» «Да, левую». «Я сбегал в аптеку за гипсовыми бинтами, упаковали лодыжку, но один мой знакомый из травмпункта выписал справку. В понедельник ничего не происходило. Она сидела дома, никто ее не навещал, но никто, кроме меня, не звонил. Во вторник ей звонили и те двое, и тот, которого вы тогда с лестницы спустили. Это было утром. Но они только звонками и ограничились. Потом вы ей звонили. А сегодня утром тоже все было нормально. И в два часа дня. А дальше вы прилетели. Но мы в принципе собирались созвониться еще в пять. Кстати, а которого из трех мы едем убивать? Четвертого. В двадцать ноль один запищал сотовый. Вы один? спросил скрипник. Нет, со снайперами. Хорошо. Теперь сворачивайте направо, доезжайте до угла академика Бочарова. В двадцать ноль семь скрипник потребовал ехать к станции метро Щукинская. В двадцать пятнадцать до угла маршала Бирюзова и народного ополчения. В двадцать двадцать до пересечения улицы Расплетина и маршала Конева. И в двадцать тридцать пять бесцельно поездив по кругу, турецкий вернулся фактически на исходную позицию на угол улиц Максимова и Берзарина. Скрипник снова вышел на связь. Пусть ваши люди поднимутся на крышу дома номер девять, там есть прожектор. Пусть встанут так, чтобы я их видел и без фокусов. Турецкий, я ее убью, если что. Поднимайтесь на крышу, встаньте перед прожектором и помашите дипломатами. Нужно понять, откуда он может вас видеть, а заодно разобраться, кого вы должны оттуда замочить, распорядился Турецкий, дав отбой. Мы вообще никого не сможем, засомневался Ильин. С крыши из пистолета это фантастика. Он думает, что вы снайперы. Через несколько минут пискнул телефон. Хорошо, я их вижу. Прямо перед ними во дворе за забором две мишени. Снять нужно обоих одновременно. Как только я увижу трупы, будем говорить дальше. А кто эти двое? спросил Турецкий, хотя уже начинал догадываться, кто это мог быть. Дружки вашей Меркуловой, коммуняки поганые, подтвердил догадки Турецкого скрипник. Через две минуты затрещала рация. Гнездо, гнездо, я орел, заговорил поздняк. Орел вызывает гнездо, мы поднялись. Заткнись. Давно стоите? Секунды две. Ясно. Значит, скрипник блефует. Ни хрена он не видит. Что внизу? Ваш Мерс стоит у глухой стены. Это забор по периметру спорткомплекса. С другой стороны есть арка, в которую можно въехать. Два жлоба с большими пистолетами бродят вокруг маленького домика с одной железной дверью и двумя зарешеченными окнами. Их мы и должны снять? Да. А что значит с большими пистолетами? Стволы длинные, сто процентов с глушаками. Спускайтесь, бегом! Опять телефон, на этот раз Меркулов. Ну? Все под контролем, я сам перезвоню. Турецкий вылез из машины, Ильин поздняк, запыхавшись, выскочили из подъезда. Окон у этого домика на нашу сторону нет? Нет. Снова пискнул телефон. Турецкий, я не вижу трупов. Терпение, они винтовки собирают. Сейчас будут трупы, дал отбой. Короче, нужно перелезть через забор и аккуратно повязать тех двоих. Ясно? Ясно? Стрелять нельзя? Нельзя. Какой-то дедок с баллонкой направлялся прямо к ним, но увидев, как Ильин с позняком карабкаются на забор, схватив собачку под мышку, дал дёру. Турецкий полез следом. Забор был невысокий, достаточно было подпрыгнул, схватиться руками за верх и подтянувшись перевалиться на ту сторону. Ни битых стёкол, ни колючей проволоки наверху не было. Но Турецкий чуть не сорвался вниз, когда над самой головой просвистела одинокая пуля. Свешников, пока его осёдлывал Ильин, успел пальнуть в пространство и едва не угодил в Турецкого. К счастью, схватка была бесшумная и закончилась в пользу профессионалов. Скрипник нервничал. Где трупы, Турецкий? Есть трупы, вам их просто не видно. Хорошо, я вам верю, согласился он с неохотой, потому что если вы лжёте, вам же будет хуже. Отпускайте снайперов. Садитесь в машину, езжайте вдоль забора, пока не наткнётесь на арку. Заезжайте во двор и по центральной аллее прямо до упора. Слева от вас будет отдельное каменное строение. Подгоните машину с задней дверцей прямо к железной двери и, повторяю, без фокусов. Пришлось перелезать обратно. Железная дверь выглядела слишком внушительно, чтобы пробовать её штурмовать. Турецкий объехал квартал и, следуя указаниям Скрипника, поставил машину у входа в домик. Помощники депутата Тихонов и Свешников в наручниках с носовыми платками во рту лежали под стеной. Ильин поздняк стояли рядом, держа их на мушке. Подъехали? Тут же позвонил Скрипник. Выйдите из машины и подтащите трупы к окну, я хочу их видеть. Ильин саданул рукояткой пистолета Свешникова по затылку и схватив за шиворот, подтащил к окну, положив на спину, чтобы Скрипник не увидел наручников. Второй тоже есть, крикнул в окно. Тащить? Я вам верю, крикнул из окна Скрипник. Снайперы ушли? Да. Садитесь в машину, откройте заднюю дверцу, мы выходим. Ильин отключил Тихонова и отошел за угол. Поздняк залег в кустах у забора. Дверь открылась. Появилась вначале Лидочка, хромая на закипсованную ногу. Из-за ее плеча осторожно выглядывал Скрипник. Турецкий распахнул заднюю дверцу, Скрипник сделал еще шаг, и в этот момент Тихонов издал протяжный стон и дернул ногой. «Сволочь!» рявкнул Скрипник и занес над головой Лидочки монтировку. Выскочивший из-за угла Ильин не успел. Поздняк выстрелил из кустов. Скрипник выронил монтировку, осел на землю. «Но и зачем ты это сделал?» спросил Турецкий. «А что, надо было стоять и смотреть?» возмутился Поздняк. «Ну, во-первых, по ногам надо было стрелять, а во-вторых, ты лежал а не стоял, тем более по ногам удобнее было. Я и целился по ногам». «Только попал в лоб», вздохнул Турецкий и обратился к уже пришедшим в себя Свешникову и Тихонову. «Значит так, господа общественные помощники, как вы уже успели заметить, у вас труп, а у нас ваши пистолеты с глушителями и качественными отпечатками». «Причем выстрел сделан из пистолета товарища Свешникова». Турецкий выдержал паузу, давая возможность Тихонову и Свешникову осознать ситуацию. «Внимание! А сейчас я проявлю чудеса все прощения. Вова, сними с них браслеты». Ильин, до сего момента утешавший Лидочку в машине, с явной неохотой выбрался и расстегнул наручники. «Сейчас вы пойдете к своему Ильичеву, скажете, что скрипник трагически погиб и можете существовать себе дальше. Но если еще раз приблизитесь к этой девушке», Турецкий ткнул пальцем в Лидочку, сами или посредством своих товарищей, или ее имя будет упомянуто в Суе, тут же в уголовном деле об убийстве скрипника появляется в качестве улик ваше оружие. Все понятно? Общественные помощники синхронно кивнули. Последний вопрос. Так что там с шестью-десятью тысячами, которые вам кто-то должен? Да не было их, буркнул Тихонов. Мы ее на понт брали. Свободны. Тихонов и Свешников резво потрусили к своему опелю, пока турецкий не передумал. А нафиг вообще надо с трупом мудрить, обратил на себя внимание поздняк. Вызовем бригаду, расскажем, как все было. Этих вы, конечно, зря отпустили. И тем не менее, при захвате заложника, видя, что этому заложнику угрожает прямая опасность, я мог стрелять. Никто слова не скажет. Я скажу, отрезал турецкий. Никакого заложника тут не было. Проверь пистолет. Поздняк, обиженно сопя, изучил оружие. Ну, обычный ПМ, номер спилен. Ну и отлично. Звони Грязнову, скажи, завалил матерого преступника. Турецкий подал позняку сотовой, и пока тот разыскивал Грязнова и докладывал о своих сомнительных успехах, занялся наконец Лидочкой. Физически она не пострадала, но понервничала конечно сильно. Давай, Вова, отвези девушку домой, распорядился турецкий. Гостей не принимать, кроме меня, конечно, и родителя. Кстати, о родителя забыл совсем. Он отобрал обратно сотовой и позвонил Меркулову. Костя, все нормально, она с Ильиным едет домой. Подъезжай туда, я подтянусь попозже. Турецкий жадно закурил и пожалел, что нет возможности прямо сейчас пропустить 50 коньяка или хотя бы чашку кофе. Ладно, Эдик, запоминай, убитый скрипник Яков Тимофеевич, сотрудник ООО Данка, подозреваемый в убийстве шестого Леонида Макаровича. Я заинтересовался гибелью шестого в связи с расследуемым мною делом о коррупции в Минтопэнерго. Обстоятельство смерти шестого расследовала городская прокуратура Москвы, следователь Соколов, который по указанию свыше прекратил дело. Я его возобновил. Соколов о том, что скрипник подозреваемый, наверняка не догадывался. Но это не важно. Я путем несложных логических выкладок вышел на подозреваемого. А тебя, Эдик, попросил помочь мне с ним поговорить и в случае необходимости задержать. Он на разговор не пошел. Попытался скрыться. Мы его преследовали. Он оказал сопротивление. Выстрелил в тебя, завязалась драка, и ты застрелил его из его же пистолета. Запомнил? Пока Турецкий рассказывал, поздняк чтительно вытер рукоятку ПМ, приложил к ней руку скрипника, а потом свою. А он на самом деле убил шестого, или это вы только что придумали? На самом деле. Да рассказать Турецкий не успел. Приехал Грязнов с дежурной оперативно-следственной группой из ГУВД. Кого вы тут еще замочили на ночь глядя? ворчал и кряхтел Вячеслав Иванович. Не могли до утра подождать? Я только новости сел посмотреть. Там Хмуренко опять замятина стебает, а тут матерые рецидивисты, трупы. Никакой личной жизни. Слава, не брюзжи, попросил Турецкий. Ага, ну, конечно, мы сами с усами, нам такие Грязновы и даром не нать. И с деньгами не нать. А как труп, так давай, Слава, трудись, да? Сласть наворчавшись, Грязнов вынул из кармана фляжку и протянул Турецкому. На, хлебни. Сам, небось, не допер на убийство прихватить, а на улице, между прочим, плюс два. Так кого вы тут порешили? Поздняк с фотографической точностью повторил инструкции Турецкого. Ну, так если он есть убийца, зачем было меня вызывать? за тем, что он пока не убийца, а подозреваемый, причем в деле, которое официально прекращено, объяснил Турецкий. В общем, я тебя прошу, когда на Эдика начнут давить и спрашивать, насколько правомощной была его стрельба, чтобы ты за него заступился, дал заключение о правомерности его действий. А больше ты мне ничего не хочешь рассказать? Справился Грязнов недоверчиво и подозрительно разглядывает Турецкого. Могу посвятить в подробности преступление, в совершении которого я подозревал убитого, с честным лицом заявил Турецкий. Шестов сгорел в своей даче ночью. Прокуратура района все это имело место в деревне Велетниково, а потом и прокуратура города признала пожар и смерть Шестова несчастным случаем. Была одна закавыка. При слабеньком в принципе пожаре и небольшом количестве дыма Шестов умер во сне от отравления угарным газом. Реально его убил вот этот вот хладный труп скрипник. Отравил угарным газом. Напустил в дырочку в раме из аквалангийского баллона. Потом вошел в дом, устроил поджог и уехал. Если бы пожар обнаружили чуть позже, доказать убийство было бы невозможно. А мотив? Это слишком сложная слава. Ну, скажем так, финансовое злоупотребление скрипника на службе стали достоянием Шестова. И тот собирался его разоблачить. Турецкий посмотрел на часы и ужаснулся. «Давайте вы тут сами заканчивайте, а я побежал». «Э, куда? Что значит побежал?» возмутился Грязнов. «Слава, я только сегодня из Женевы. Я три дня жену не видел. Я ранен, наконец, мне постельный режим, врачи прописали». Поехал турецкий, разумеется, не к жене. Меркулов добрался до Лидочкиной квартиры всего минут за пять до него, так что ничего интересного турецкий не пропустил. Инара Март 1976 Мы наконец получили результаты искусствоведческой экспертизы икон, которые вы продали Гроссмайеру. Можете ознакомиться. Экспертиза установлена, что иконы ваши мазня, так что мошенничество можно считать доказанным. Читайте. Вашу мазню вы продали по цене произведения искусства. Спасибо. Я догадываюсь, что там написано, отказалась Инара. Не желаете, я вам зачитаю. Та картина, которую вы пытались выдать, Пирогова полистала акт и насмешливо процитировала, за список с Богоматери Владимирской, выполненной в стиле умиления, то есть Богоматерь с младенцем на руках и датированные началом девятнадцатого века, является безусловно талантливой, но, вне всякого сомнения, современной работой. К сожалению, для экспертизы пришлось прибегнуть к услугам музейных работников и реставраторов, которые, в отличие от наших экспертов, не могут обойтись без лирических отступлений. Вторая проданная вами картина тоже Дева Мария с младенцем на руках, так называемая Адигитрия или путеводительница. Богоматерь изображена в фронтальной торжественной позе, правая рука поднята в жесте моления, обращенном к сыну. И тоже талантливая, но подделка. Пирогова спрятала акт обратно в папку. При обыске у вас обнаружены другие неоконченные работы и все сплошь Богородицы. Богоматерь Казанская, Богоматерь Тихвинская, Богоматерь Аранта, Богоматерь Знамения. Вы что, специализируетесь на женских образах? Себя пишете? Следствие тянется уже три недели. Теперь Инару на допросы стали вызывать реже, раз в два, а то и три дня. Следствие, видимо, близится к концу. Ввели вы себя Филиппова, можно сказать, достойно. Сообщников не выдали. Собираетесь пристать перед судом в гордом одиночестве? Не было у меня никаких сообщников. Я все делала сама. Сами рисовали, сами продавали, ухмыльнулась Пирогова. Неужели вы думаете, мы в это верим? Приехала такая себе талантливая во всех отношениях девочка из далекого Свердловска, ни родственников, ни знакомых, ни связи в Москве. И вдруг на пустом месте обросла знакомствами, клиентурой. Но вы сами-то верите, что такое возможно? Сообщникова у меня не было, упрямо повторила Инара. Ладно, облегчу ваши моральные страдания. О Яшине Георгии Константиновиче мы давно все знаем. Ваш Георгий вот уже лет пять плодотворно трудится на ГБ, пишет доносы на иностранцев, потому мы его и не трогаем. А с доме незадача вышла. Немец заявление написал, а ГБ осведомители в данный момент не нужны. Или, может быть, вы им на роль осведомителя не подходите. Так что придется вам отвечать по всей строгости закона. Значит, помощи ждать неоткуда. Георгий на адвокатов тратиться не будет. Рискует сам попасть в немилость и загреметь на лесоповал. Завятин, конечно, тоже рисковать не станет. У него перспективы, ему мараться нельзя. Почему-то вдруг вспомнилось, что брат Мурада Владлен где-то в Москве и, кажется, неплохо устроился. Он бы, наверное, мог постараться для невесты брата. только как и где его искать. Вообще, глупости это все. Полоса удач кончилась. Но ведь по большому счету сразу было понятно, что она не может длиться вечно. В конце концов, в колонии тоже можно стенгазеты рисовать, транспаранты писать, типа на свободу с чистой совестью. на целых десять дней Инару оставили в покое. Что ж, значит, оформляют последние бумажки. Потом ознакомление с материалами дела и еще неизвестно сколько ждать суда. Соседки по камере говорят, что можно месяц проторчать в СИЗО, а можно и полгода. Ознакомление с делом состоялось утром в понедельник. Инара еще подумала, что с понедельника обычно начинают новую жизнь. А Пирогова внешне вдруг радикально преобразилась, накрасилась, сменила селедочного цвета и покроя костюм на вполне человеческого вида платье, которое, правда, сидело на ней отвратительно. Но самое главное, как бы невзначай, сознательно демонстрировала свеженькое обручальное колечко. Кому могло прийти в голову жениться на такой уродине, удивлялась про себя Инара. А вот что Инара. Пирогова вместе со стулом перебралась поближе к Инаре и продолжила чуть ли не задушевным тоном. Ничего личного между нами не было. Я делала свою работу, по мере сил стараясь относиться к вам справедливо и объективно. Так что держать зла на меня не стоит. Оказывается, перемены затронули не только внешний облик Елены Владимировны, но и внутренний ее мир. Неужели замужество на нее так повлияло, удивлялась Инара. Кончилось жена ненавистничества? Сегодня мы с вами беседуем, я надеюсь, последний раз. Вам очень крупно повезло. Курт Гроссмайер изменил свои показания. Долго опрадовался перед моим начальством и извинялся за причинение вам вреда. Мне содержание этой беседы неизвестно, но известен результат. Есть распоряжение отпустить вас на все четыре стороны и прекратить уголовное дело против вас. Но предварительно провести беседу с вами сказали просто необходимо. А как же результаты искусствоведческой экспертизы? Инара все еще не верила своим ушам. Так не бывает. А как же валюта, найденная у нее дома? Недописанные иконы, записная книжка с фамилиями иностранных туристов. Это тоже все забыто и прощено? Может, и валюту вернут? О чем я должна с вами поговорить, думаю, вы догадываетесь. Тем же задушевным полуироническим тоном продолжала Пирогова. Если вы не смените род деятельности и у вас снова возникнут конфликты с иностранцами, так легко вы уже не отделаетесь. Так что советую вам подумать и найти себе достойное занятие. В конце концов, талантливые художники стране нужны. Вот, собственно, и все. И вы меня даже не станете вербовать? Инара была просто в шоке. Все происходящее находилось за рамками ее понимания. Зачем осклабилась Пирогова? Мы же только что договорились, что к иностранцам вы не ногой. А во всех прочих отраслях хозяйства трудятся нормальные советские честные люди и шпион не там не за кем. Вот постановление об освобождении вас из-под стражи. Ознакомьтесь и распишитесь. Содержание документа так и не дошло до сознания Инары. Первое, что она увидела, подпись внизу документа «Пирогова замятина». Инара долго смотрела на эту подпись, соображая, сколько в Москве замятин их. Десятки? Сотни? Тысячи? Или это все же тот самый единственный и неповторимый Вован? Целый день Инара бродила по квартире как лунатик. Перекладывалось место на место разбросанные при обыске вещи. Распять ходила в душ, пытаясь смыть себя запах камеры, но он, похоже, засел в голове, а оттуда смыть его было трудно. Вечером пришел замятин. Со стервенением отодрал от двери сургучную печать. Инара о ней забыла. Шнурок разрезала, а печать так и осталась висеть. Как ты? Обнял, прижал к мокрому плащу. На улице, наверное, дождь. Нормально. Инара отстранилась, взглянула на его правую руку. На ней сверкало обручальное кольцо. Да, замятин уныло вздохнул. Пришлось жениться. Давай чайку попьем. Инара поставила чайник. Замятин достал из сумки колбасу и хлеб. Вот, привыкаю к семейной жизни. В магазин ходил. Ничего, еще раз схожу, взялся мастерить бутерброды. Значит, самопожертвование, спросила Инара. А что мне оставалось, пожал плечами. Не мог же я тебя бросить после всего, что у нас было. Ты бы не вынесла ужаса в колонии. Не мог я этого допустить. А она сразу прямо мне заявила. Вначале свадьба, а уже потом просьбы. Инара уселась, глядя в окно. Действительно дождь. И какой ответной жертвой ты ждешь от меня? Да перестань. Сел рядом, взял за руки. Ничего я от тебя не жду. Тебе надо отдохнуть от этого кошмара. А потом мы спокойно подумаем, как тебе жить дальше. Надеюсь, у тебя нет желания снова оказаться в каталажке? Не знаю. Что значит не знаю? Тебе там понравилось? Зачем ты это сделал? Заглянула в глаза. Он их не отвел. Честные, открытые, в глубине ничего, кроме сочувствия. Но что значит зачем? За что ты заладил, что значит, что значит? Вырвала руки, спрятала в карманы брюк. Ты ведь никогда и ничего не делаешь, не видя реальных перспектив от содеянного. Хочешь перевести на меня свой долг чести? Ты должен Мураду, я должна тебе. Ты выпадаешь, как промежуточное звено, так? Переводишь стрелки? Только Мурада ты предал, а я тебя нет. Я о помощи не просила. Да что ты городишь, возмутился. Какие стрелки? А, значит, все безвозмездно. Засунул шею в ярмо, связал себя печатью с уродливой дурой, и ничегошеньки не хочешь взамен? Я хочу, чтобы с тобой все было в порядке, Инара. Я не могу без тебя, понимаешь? Жениться на тебе я не смог бы, но я хочу быть с тобой всегда, и ради этого готов жениться на ком угодно. Забавно звучит, усмехнулась Инара. Женился, чтобы быть с тобой. А как же жена? Но ты же сама сказала, она уродливая дура. Ей нужен был муж, штамп в паспорте, а мне нужна была ты. Хотя, конечно, она не дура, с ней можно и даже приятно поговорить, но в остальном ты права. А семья это не только разговоры, семья это семья. Иди домой, Вова, устало попросила Инара. А то все магазины закроются, и мадам Замятина останется без колбасы. В восемь утра Инара проснулась от того, что кто-то кулаками колотил в дверь. Неужели милиция? Передумали отпускать? Или Замятина обиделся и снова натравил свою пирогову? Колотила все же не милиция. Георгий с какими-то двумя бабульками. Привет! Это Ивановна и Романовна, мои коллеги по дворницкому цеху. Они тут наведут порядок, а мы пока пойдем погуляем. На улице опять шел дождь. Георгий раскрыл огромный зонт и взял Инару под руку. Медленно побрели вокруг квартала. Я знаю, что ты подумала, когда тебя взяли, сказал Георгий. Ты подумала, что я тебя подставил, да? Это не совсем так. Меня действительно предупредили, что кур-то пасут, и с ним лучше не встречаться. Но ты, в общем, ничем не рисковала. То есть, я тогда так думал. Но всех нас рано или поздно берут за жабры таков порядок. Беседуют, пугают, дают подписать бумажку о сотрудничестве с органами и отпускают с миром. А дальше уже твое дело доносить или не доносить. но по опыту знаю, что хоть иногда стучать нужно, чтобы спокойно спать. Иногда нужно и деньгами поделиться. А иногда они сами платят. Как повезет. О том, что у столичной милиции месячник по борьбе со спекуляцией, я не знал. И что тебя будут обрабатывать не в ГБ, тоже не знал. Извини. А почему меня все-таки отпустили? спросила Инара. Ну, потому что я отдал Курту, дал майору из милицейского следственного управления. Он еще поделился с полковником. Всего четыре штуки зеленых. Но ты не бери в голову. Ты мне ничего не должна. План по арестованным спекулянтам они и без тебя выполнили, так что проблем особых не было. Спасибо, Георгий. И кто же из них врет? Георгий или Вовик? Или они спасали ее параллельно и независимо друг от друга? Спросить Курта или майора с полковником, получали ли они взятки? Увы, не получится допросить Пирогову за мятину. Тоже. Остается не забивать себе голову, а верить в то, что дело закрыто надежно. И навсегда. Когда они вернулись, квартира сияла чистотой. Георгий, выдав бабушкам по десятке, спровадил их, достал из пакета традиционное шампанское. Все хорошо, что хорошо кончается. А что дальше? Спросила Инара. Переходим на нелегальное положение и продолжаем? Наоборот, легализуемся. Я уже подыскал тебе место в реставрационной мастерской. Хватит ходить в уборщицах. Люди там понятливые, вопросов задавать не будут. Еще я подумал, а не купить ли тебе диплом искусствоведа. Турецкий, 14 апреля, 22-20. Ильин отпоил Лидочку валерьянкой, накормил снотворным и уложил в постель. Но при появлении Меркулова поспешил ретироваться. Меркулов сидел на кухне, массировал грудь и хмуро молчал, в ожидании, пока Турецкий сам все объяснит. А Турецкий возился с чаем, делал бутерброды, шуровал в холодильнике и ждал, что первым заговорит Меркулов. Отвечать на конкретные вопросы все-таки проще, чем излагать длинную запутанную историю, почему он взвалил на себя дело шестого. Сколько бы они еще играли в молчанку, неизвестно. Но разбуженная вознюй Турецкого на кухню прихромала Лидочка. Извини, пап, она была такая виноватая, такая бедная, такая несчастная, что Турецкий, будь он на месте Меркулова, давно бы уже все простил, растаял и бросился ее утешать. Но я же уже не маленькая девочка, стыдно бегать, плакаться к тебе по любому поводу. А к нему не стыдно, проворчал Меркулов все еще сурово. Да ладно тебе, Костя, вступился за Лидочку Турецкий. Во-первых, она за мной не бегала, я сам в это дело влез. Но сперва случайно, во-вторых, все уже кончилось, мы победили, а победителей не судят. Я все-таки хотел бы узнать подробности, настаивал Меркулов. Турецкий, стараясь быть максимально кратким и опуская все несущественные подробности, рассказал о встрече с Лидочкой в ресторане, о смерти шестого, о Данка, коммунистах ильичевцах, пропавших и впоследствии найденных документах, скрипнике, следователя Соколовя и братишка. Но даже в сжатом изложении история заняла не менее получаса. Вспотевшие от напряжения, турецкий сделал перерыв на чай, и у Меркулова появилась возможность ставить слово. Значит, вы за моей спиной занимались дурацкой самодеятельностью? Ну, если хочешь, назовем это так. Хотя на самом деле я честно расследовал факты коррупции в Минтопэнерго. Убийство начальника юридического отдела крупной фирмы, которая торгует нефтью, согласись, оно могло быть связано с фактом коррупции. Зубы-то мне не заговаривай. А если бы все, Костя, прервал турецкий, не было никакого если бы и не будет. А этот скрипник, что с ним? Поздняк его застрелил. Ну, Грязнов там все уладит. Ильичовцев я застращал до смерти. Лидия из Данка уйдет по собственному желанию. Уже ушла, сказала Лидочка. А когда это ты успела? удивился турецкий. В понедельник подала заявление. Форманов его тут же подписал. Решил, что у меня сложный перелом, а юристы, которые по полгода на больничном сидят, ему не нужны? А что у тебя на самом деле с ногой? спросил Меркулов. Камуфляж, объяснил турецкий. Моя идея. Гордишься? А почему бы и нет? До сегодняшнего вечера я все держал под контролем. И собирался, между прочим, во время разговора с тобой просить санкцию на его арест, потому что уже допер, как и за что он убил шестого. Ай, лю-лю, вмешалась Лидочка. Значит, это все-таки было убийство? Ага. Ну, хотя, конечно, если убийца скрипник, тогда понятно, почему исчез Джек. Он знал скрипника, позволил ему перелезть во двор и не лаял. А потом скрипник мог его просто выпустить на улицу и запереть калитку. И документы унес он, а после вернул на место. Но как он проник в дом? Почему Шестов не проснулся? Потому что был мертв, ответил Турецкий. Скрипник, видимо, приезжал туда накануне. Осмотрелся, обрезал на крыше антенный кабель, ну, короче, все подготовил. А в день убийства привез баллоны с угарным газом. Он же у нас аквалангист. Действительно, выгнал на улицу собаку, убедился, что Шестов спит, затолкал кабель в комнату и через образовавшуюся дырочку напустил полную комнату газа. В Шестов умер. Только потом он вломился в дом. А может, у него были ключи? Забрал документы, устроил пожар. Документы, я так полагаю, он вернул не совсем те. Ну, то есть пытался что-то замять, а когда понял, что смерть Шестова его проблем не решила, собрался удрать на Кипр. Правда, доподлинно я пока не знаю, сколько, чего и у кого он украл. Зато я знаю, воскликнула Лидочка. Можно только мне кофе? Это у меня от снотворного голова кружится. Турецкий взялся варить кофе. Дело в том, что Данка являлась соучредителем международной торгово-посреднической фирмы в офшорной зоне на Кипре. Фактическим владельцем и генеральным директором дочерней компании был Фурманов. Подписывая липовые договора сам с собой, он мог перенаправлять финансовые потоки по собственному усмотрению, скрывая прибыль и уклоняясь от налогов. Конечно, рядовые сотрудники о существовании дочерней фирмы не подозревали, но Шестов знал. Схема деятельности Данка выглядела примерно так. Вначале Фурманов покупает нефть, мазут, керосин, ну скажем по 90 долларов за тонну, при мировой цене, скажем 120 долларов и продает иностранному партнеру по 91 доллару. По дороге в порт к нефтетерминалу каждый раз неожиданно находится российский покупатель. Фирма ну Икс для каждой сделки новая. Она перекупает товар по 91,1 доллара, а договор с иностранным партнером Данка якобы разрывает. Дальше Икс продает иностранному партнеру тому же самому товар скажем по 110 долларов и самоликвидируется не заплатив налоги. Договоров между Икс и иностранным партнером я не видела и шестов не видел, но 109, 111 долларов характерная цена для подобного рода сделок. На самом деле фирма Икс существовала только на бумаге, а контракт от ее имени заключал Фурманов. До этого момента схема самоочевидна. Действительно все экспортеры на территории СНГ только так и работают. Иностранный партнер переводит 110 долларов на счет дочерней фирмы Данка на Кипре. Фурманов переводит на счет Данка 91,1 доллара. Таким образом официальная прибыль Данка 91,1 минус 90 равна 1,1 доллара. Оставшиеся на счету дочерней компании 18,9 доллара Фурманов делит между собой крышами и сотрудниками Данка. Когда Шестов по заданию коммунистов начал проверять иностранных партнеров Данка он выяснил и я следом за ним что иностранный партнер переводит свои 110 долларов не непосредственно на счет дочерней фирмы а через ряд промежуточных счетов одному из нескольких иностранных посредников там Y1 Y2 Y3 и только N-Y переводит 110 долларов филиалу Данка. Спрашивается зачем нужно это лишнее звено? По идее совсем не нужно. Если только дополнительно не прокручивать деньги на этих дополнительных счетах зарабатывая проценты. А вот сегодня в немного экстремальных условиях выяснилось что владельцем Y является скрипник. То есть он не просто был в курсе всего что происходило в Данка изнутри но и контролировал все его черные финансы и кроме того еще умудрялся делать деньги из воздуха. Да, кстати об экстремальных условиях напомнил Турецкий ты еще не рассказала как тебя угораздило вляпаться. Да что рассказывать купилась как идиотка похромала с ним беседовать со скрипником да но только не надо на меня так смотреть но я сама понимаю что вела себя глупо но скрипник ведь не Аркадий он воспитанный пожилой человек я же не думала что он окончательно свихнулся он позвонил сказал что понял почему погиб Шестов сказал что во всем виноваты коммунисты что нужно пойти в милицию и все рассказать но он находится в очень щекотливой ситуации и поскольку я все равно оказалась в это замешанной хочет со мной посоветоваться мне было неудобно послать его подальше кроме того я рассчитывала выяснить одно-две детали которых мне недоставало чтобы самой понять за что убили Шестого а хотя бы позвонить ты не могла я пробовала но у вас было занято а Володе по тем телефонам которые он оставил не было к тому же скрипник предложил казалось бы совершенно безопасный вариант мы должны были встретиться прямо под моим подъездом разговаривать на улице кругом люди ходят я не думала что мне что-то может угрожать ну-ну скептически хмыкнул турецкий он приехал ничего толком не рассказал и в лоб предложил мне деньги сто тысяч долларов если я буду правильно вести себя с коммунистами что значит правильно а вот это он как раз объяснить и не успел потому что легкие на помине появились сами коммунисты их машина въехала во двор скрипника моментально переклинило он схватил меня в охапку и затолкал в свою машину я пыталась сопротивляться но загипсованной ногой у меня не очень-то получилось он почему-то решил что это я их вызвала и значит пока я с ним он в относительной безопасности я их разумеется не вызывала и даже документов они от меня так и не добились откуда они узнали что им нужен именно скрипник не представляю они файлы раскодировали с шестовского компьютера пояснил турецкий и там все прочитали но хакеры у них похуже наших раз так долго возились а но я-то ничего про файлы не знала а скрипник вытащил монтировку и стал угрожать и требовать объяснений потом выяснилось что у коммунистов пистолет и они даже пару раз в нас пальнули мы мотались по городу пытались оторваться но их опель как приклеился тогда скрипник заехал на тот спорткомлекс и мы заперлись в компрессорной у него был ключ а какое он имеет отношение к этому спорткомплексу но он же аквалангист до сих пор занимается и там в бассейне они тренируются за то что они его очищают под водой им позволяют там тренироваться бесплатно да а коммунисты пытались нас из компрессорной выкурить вначале камнями разбили стекла а потом забрасывали в окна горящие тряпки какую-то нестерпимо вонючую чадящую резину убивать его они не собирались говорили что пришли экспроприировать экспроприатора и он им должен добровольно отдать три украденных миллиона или они будут его долго и больно мучить но поскольку мы оказались в мышеловке скрипник решил что раз я во всем виновата нет номера телефона я ему не давала честное слово он его сам откуда-то узнал ну а дальше вы в курсе да у меня от ваших истории уже голова лопается пожаловался Меркулов пойдем лучше ночные новости посмотрим хмуренко кажется еще подарок нам приготовил обещал сенсационное интервью в ожидании новостей пили кофе под финал дешевые мелодрамы главный герой под душераздирающую музыку минут пять ехал на Альфа Ромео фиг знает куда потом развернулся и поехал обратно разбил и Альфу и Ромео поскользнулся на крыльце чуть не навернулся на лестнице протаранил лбом дверь и таки упал но уже перед ней видимо главной героини она самозабвенно и пронзительно посмотрела на него зареванными глазами и они поехали на море на ее машине Лидочка долго хохотала да нам бы их проблемы возмутился турецкий Саша а ты уверен что интервью будет не с тобой подозрительно поинтересовался Меркуло да иди ты отмахнулся турецкий но ему вдруг стало не по себе от Хмуренко можно ждать чего угодно наконец кончилась реклама и пошли новости здравствуйте как всегда многозначительно сказал Хмуренко и посмотрел прямо на турецкого новый поворот в деле замятина эксклюзивное интервью только для зрителей нашего канала согласил задать сотрудник ФСБ имеющий абсолютно достоверную информацию о том кто и зачем снял порнофильм с участием человека похожего на генпрокурора дали сюжет в темной комнате на фоне занавешанного окна человек лица не разобрать абсолютно мало того что освещение очень слабое лицо дополнительно размазали голос тоже какой-то нечеловеческий явно убрали высокие частоты внизу экрана заставочка сотрудник ФСБ РФ но с таким же успехом там можно было написать президент Нигерии или Папа Римский частный клуб Ирбис находится у нас в разработке уже давно были обоснованные подозрения что под его крышей проходят так называемые сходники криминальных авторитетов но 30 марта этого года в Ирбисе снималось кино что с режиссером оператором массовкой отрепетированно удивился Хмуренко все как положено с режиссером оператором актерами но без массовки в главной роли снялся генеральный прокурор простите генеральный прокурор или все-таки человек похожий на генерального прокурора генеральный прокурор а кто режиссировал этот проект века генеральный прокурор то есть он и снимался и снимал так да было снято несколько дублей из которых потом был выбран самый удачный тот в котором генеральный прокурор меньше всего похож на себя и больше похож на человека похожего на генерального прокурора и зачем на ваш взгляд это было нужно ну я не стал бы об этом говорить поскольку мы не занимались этим непосредственно и у меня нет доказательств дело ведет генеральная прокуратура а доказательства того что замятин сам спровоцировал банный скандал да такие доказательства есть магнитофонная запись его режиссерского дебюта снова хмуренко в студии мы рассчитываем что магнитофонную запись о которой говорил только что сотрудник ФСБ вы тоже услышите в наших ближайших передачах а пока попробуем представить себе что могло толкнуть человека занимающего столь высокий пост на подобную провокацию есть поговорка из двух зол выбирают меньшее а не было ли порно скандал меньшим злом генеральный прокурор сознательно обрекает себя на шумную отставку зачем например чтобы уйти вовремя не вызывая подозрений и ненужных слухов если генеральный прокурор подает в отставку просто так без повода а потом вдруг выясняется что он замечен в дружбе с крупными мафиози что он брал взятки что он за определенную мзду прекращал дела на вышеупомянутых мафиози что скажут об этом в Кремле в Совете Федерации и в той же генеральной прокуратуре скажут ушел потому что испугался а при наличии такого изумительного компромата как умело срежиссированный порнофильм всем сразу становится понятно идет травля честного человека и даже если потом всплывают факты его употреблений генеральный прокурор всегда может заявить что это очередные очернительские происки коррупционеров с которыми он так долго но безуспешно боролся по некоторым сведениям Замятин собирается подать в суд на изготовители порнофильма и в случае если таковые изготовители будут найдены надеется этот суд выиграть в свете вышеизложенного сделать это будет весьма проблематично но раз он все равно решил обратиться в суд теперь у него велик соблазн выдвинуть обвинения против нашего телеканала если господин Замятин полагает что за правду о нем ему Замятину надо платить то я готов это сделать сегодня мною создан общественный фонд в поддержку чести генерального прокурора Замятина я же сделал первый взнос в размере одного рубля и призываю всех наших телезрителей поддержать мое начинание ну что скажешь спросил Меркулов это не я побожился турецкий комплекция не та и вообще да я не про то я про этого якобы фсбшника так я тебе давно говорил что Хмуренко достал что надо было его еще после кассы их арестовать теперь требуй от руководства канала чтобы Хмуренко нам своего свидетеля сдал и еще вызвал бы ты завтра этого Соколова из прокуратуры Москвы для логического завершения сегодняшних мероприятий Хмуренко 15 апреля 10.10 две бомбы Александр Сергеевич завопил Миша Лепешкин за два часа пока вас не было две атомные бомбы скорее бегите договариваться про девятичасовой эфир он не подпрыгнул до потолка только потому что не мог делать резких движений что такое президент подал в отставку и назначил Ильичева премьером да примерно пока вы с большим успехом заседали и обменивались мнениями с коллегами на совещании у нашего глубоко уважаемого гендиректора Совет Федерации на своем утреннем заседании принял обращение к президенту с предложением немедленно отменить указ о временном отстранении замятина или самому временно сдать полномочия на время расследования дела о его счетах в швейцарских банках и коррупции в президентской администрации а в думе как только об этом узнали объявили перерыв а сразу после перерыва решили начать обсуждение импичмента не откладывая до 25 а президент выступил с телеобращением к дорогим россиянам лепешкин довольно удачно сымитировал президентские интонации сказал что от думи он всегда был хренового мнения а от Совет такого западла не ждал но все равно ложил и на тех и на других согласно конституции я пытался дозвониться до наших корреспондентов в думе но там полный абзац в пресс-центре все телефоны заняты во фракциях всюду занято и лада как назло по мобильному не отвечает как это не отвечает а попробуйте сами связь с абонентом временно отсутствует или застряла в железном лифте или в думе а там конечно сразу 10 тысяч человек народу из одной точки пытаются базарить по мобильникам заглюкали весь диапазон да ну что же вы стоите надо скорее договариваться про вечерний эфир а я пока буду названивать ладей в думу хмуренко скривился и махнул рукой запомни миша я за всякими засранцами типа Петра Витальевича не бегаю понадоблюсь сами прибегут а если не прибегут значит не судьба не обломится нам сегодня вечерний эфир выпрашивай не выпрашивай ну вы же представляете насколько рейтинг в этот момент зазвонил телефон да ответил хмуренко и не дослушав Петра Витальевича дал отбой все уважаемый Михаил Михайлович новости наши и не надо было ни за кем бегать несколько секунд он переминался с ноги на ногу стремительно соображая как поступить куда идти самому а куда отправить помощников значит так я сейчас посылаю нашу бригаду в Думу а ты как временный кабинетный работник вызванивай Ладу и все думские фракции по очереди бери за жабры всем предлагает двухминутное интервью в новостях но не в прямом эфире перетопчутся сразу договаривайся где записать и не позже половины восьмого нужно успеть смонтировать следи за всеми сообщениями и звони мне каждые полчаса держи в курсе появится Лада пусть немедленно свяжется со мной если я не отвечаю значит пусть едет в генпрокуратуру добивается у и у генерального интервью по поводу возвращения замятина на работу я сам в Кремль в пресс-службу президента вопросы есть есть что значит все фракции а если какой-нибудь Ильичев станет набиваться на интервью не станет а если вдруг изъявит желание ради бога соглашайся уделаем его по полной программе да когда устанешь звонить пиши текст по думе и совету федерации только без своих любимых закидонов пожалуйста мне сегодня редактировать некогда буду читать с листа прямо в эфире упирая на коммунистический заговор и на то что простой коммунистический избиратель КПРФ аппаратные интриги не понимает и не поддерживает да и про раскол не забудь действуй братишка он на месте не застал зато подоспел к заявлению пресс-секретаря президента объявили что оно состоится через 2 минуты потом через 10 минут несколько раз в кармане пищал мобильный телефон но разговаривать в переполненном помещении было неудобно а выходить в коридор тактически неверно изрядно потолкавшись он занял место напротив трибуны и не хотел его лишиться очередной раз перенесли заявление пресс-секретаря еще на 5 минут Хмуренко обратил внимание что большинство коллег поглядывают на него с явным любопытством тем не менее никто не пытается завести разговор он начал подозревать что здесь что-то не так наконец к нему протиснулся корреспондент эхо Москвы и пригласил на завтра в прямой эфир Хмуренко ответил что не знает пока своего завтрашнего расписания перезвонит в студию позже заявление было коротким и аморфным очевидно его 10 раз перекроили исходя из каких-то высших соображений и в итоге выморали всю содержательную часть суть сводилась к тому что президент собирается работать с представителями Совета Федерации чтобы убедить их в правильности занятой им жесткой позиции по отношению к замятину прошу вопросы сказал пресс-секретарь Хмуренко по праву наиболее маститого и расположившегося ближе всех к трибуне получил слово первым как президент расценивает информацию о том что порноскандал вокруг своего имени занятин инспирировал лично с целью отвести внимание от более серьезных правонарушений и получить индульгенцию Совета Федерации как вы знаете при президенте создана весьма представительная специальная комиссия занимающаяся рассмотрением дела замятина но пока результаты ее работы не оглашаются пупка ты безмозглый с раздражением подумал Хмуренко ну и черт с тобой тем лучше я буду смотреться на твоем фоне а эту пресс-конференцию сегодня прокрутят по всем каналам не дожидаясь окончания мероприятия он стал проталкиваться к выходу в кармане опять запищал мобильный телефон Миша угадали еще две атомных бомбы с какой начать с первой или со второй душевное состояние собеседника Миша настоящий журналист должен чувствовать давай без предисловий Замятин подал на вас в суд за оскорбление чести и достоинства почем у него честь дорогая миллион рублей но это еще бомбочка Интерфакс только что выплюнул сообщение слушайте в 11.37 в интернете обнародована информация о причастности Замятина Ильичева и Русского резервного банка к продаже новейших систем вооружений чеченским и таджикским экстремистам анонимный автор ссылается на результаты аудиторской проверки государственной компании Росоружие и данное расследование по делу охищения бюджетного кредита Росоружию руководителями Русского кредитного банка Владленом и Мурадом Алосаевыми по прямому указанию генпрокурора Алосаевы были исключены из числа обвиняемых статьи обвинения их подчиненным изменены на менее тяжкие а в настоящий момент дело прекращено без предъявления кому-либо обвинений около года назад Росоружие отказалось от услуг Сбербанка из-за высоких тарифов и регулярных задержек платежей Конкурс на обслуживание расчетного счета Росоружия был проведен с грубыми нарушениями и выигран Русским Резервным банком благодаря активному лоббированию его интересов со стороны Замятина а также комиссии Государственной Думы по безопасности возглавляемой депутатом Ильичевым При посредничестве Русского Резервного банка Росоружие продало несколько крупных партий портативных зенитно-ракетных комплексов Игла значительно превосходящих американские стингеры по тактико-техническим данным Согласно документам покупателями выступали военные ведомства Чехии Венгрии Бразилии и ряда других стран Реальными же покупателями по утверждению автора сообщения являлись исламские боевики в Чечне и Таджикистане Значительная часть суммы от этих сделок не дошла до Росоружия а осела на счетах контролируемых Алласаевыми компаний в офшорной зоне на Кипре По-видимому чрезмерная жадность Алласаевых и послужила причиной для аудиторской проверки Росоружия и последующего возбуждения уголовного дела Через московскую фирму Данко также имеющую на Кипре дочернюю компанию деньги переводились лично Ильячеву анонимный автор также утверждает что в распоряжении ФСБ и МВД имеются видеозаписи нескольких встреч Ильячева с гендиректором Данко Фурмановым в ходе которых последний передавал Ильячеву значительные суммы наличными имеется также исчерпывающая информация о счетах Ильячева в кипрских и швейцарских банках на которые поступали деньги от Данко номера счетов приводятся приводится также служебная переписка ГУБЭП с кипрской налоговой полицией из которой явствует что связь русского резервного банка и Данко с нелегальной торговлей оружием доказана со всей очевидностью однако в связи с противодействием генпрокурора России Замятина делу не дается законный ход поэтому МВД обратилось к кипрским властям с просьбой временно держать эту информацию в тайне и не предпринимать никаких действий против компаний принадлежащих Алласаевым и Фурманову Лепешкин перевел дух ну как бомба Александр Сергеевич водородная 100 мегатонн или ложовая обида какая до эфира новостей не поспеют ни опровержения ни подтверждения ошибаешься Миша успеют подумал Хмуренко но вслух ничего не сказал такую бомбу мог изготовить только один человек сосновский больше просто некому в этой стране а он на холостые заряды силы тратить не станет Александр Сергеевич вы меня слышите заволновался Миша да Лада нашлась я передал ей ваше указание она сидит в генпрокуратуре караулит господина Ио Дума обсуждает импичмент заседание закрытое договорился про интервью с НДР на полвосьмого вроде все хорошо я пока в Кремле Хмуренко отключил телефон развернулся и зашагал по направлению к кабинету братишка Турецкий 15 апреля 13.10 все утро Турецкий просидел над рапортом для ИО генерального пытаясь протокольно-литературным языком выразить что Хмуренко есть гад и любой маломайский порядочный человек ни за какие деньги не согласится иметь с ним дело а он турецкий человек порядочный а значит все что там Хмуренко насчет него обещал миллионам телезрителей есть грязная инсинуация литературным языком не получалось от этого чудовищно утомительного занятия турецкого отвлек счастливый поздняк ну что отмазал тебя грязнов поинтересовался турецкий не понадобилось поздняк плюхнулся на стол и расплылся в довольной ухмылке ну в общем я быстренько провел кое-какие следственные мероприятия и все подтвердилось действительно примерно месяц назад в этой же самой компрессорной был неописуемый случай скрыпник ночью заправлял баллоны угарным газом и сторож это видел скрыпник ему наплел стрекораба и сторож про все давно забыл а когда начали спрашивать вспомнил а откуда сторож знает что это угарный газ а не кислород и не воздух сейчас расскажу я поинтересовался у дипломированных химиков как можно получить угарный газ оказывается это не так просто в идеале надо накалять например мел под давлением и без воздуха и где-то после тысячи градусов попрет СО то есть угарный газ а просто из выхлопа нельзя его набрать да в том-то и дело что нельзя там вагон всяких соединений а как раз СО мало если просто выхлопами травить будет вонять и никаких баллонов не хватит чтобы целую комнату наполнить нужной концентрацией но скрипник как раз выхлопными газами и пользовался только он их обогащал представляете из выхлопной трубы запустил шланг в бочку с водой а бочка значит с крышкой и двумя дырками в воде углекислота растворяется а СО собирается над водой он его загонял в компрессор прессовал ну в смысле сжимал и в баллоны сторож эту конструкцию с машиной и бочкой видел а скрипник сказал что проводит эксперимент для глубоководного ныряния в черное море где полно сероводорода замигала лампочка на селекторе у Константина Дмитриевича следователь Соколов сообщила секретарша Меркулова и Константин Дмитриевич просил вас случайно заглянуть к нему минут через десять турецкий удовлетворенно хмыкнул и запустил секундомер а где Ильин ловит Русю мне присоединяться или есть другие боевые задания присоединяйся позволил турецкий выкурив сигарету и на одном дыхании закончив злополучный рапорт турецкий совершенно случайно заглянул к Меркулову ваша преступная халатность едва не стоила жизни молодому сотруднику Мура я полагаю это основание для возбуждения в отношении вас дисциплинарного расследования а Сан Борисович заходи Соколов сидел как оплеванный ничего в следующий раз он всяких там братишка и на порог не пустит если его самого конечно не вытурят из прокуратуры Александр Борисович тут товарищ Соколов недоумевает почему генеральная прокуратура вдруг заинтересовалась таким рядовым преступлением как убийство какого-то там шестого причем совершенным где-то в далеком Веледникове объясните ему пожалуйста что ж ты делаешь отчаянно сигнализировал бровями турецкий мол что я ему буду объяснять но Меркулов сознательно не обрещал на его сигнализацию никакого внимания пришлось хоть что-то сказать ну дело об убийстве шестого связано с тем что расследую я многозначительно надул щеки турецкий но разглашать этот факт не в интересах следствия а вы газеты читаете Соколов телевизор смотрите иронично поинтересовался Меркулов советую почитать и посмотреть совершите над собой небольшое усилие и подумайте чьи имена сегодня упоминаются в связи с фирмой в которой трудился шестов и его убийца скрипник все идите какие газеты Костя какой телевизор ну нафиг ты меня подставлял возмутился турецкий когда Соколов поспешно удалился а я тебя не подставлял усмехнулся Меркулов просто хотел чтобы ты тоже почувствовал как оно бывает когда все вокруг все знают а ты один сидишь как болван опустился до мелких пакостей нет доставил себе маленькое удовольствие а насчет газеты телевизора я не зря его носом тыкал вечером разразиться опять Хмуренко добрался таки до Данко не Хмуренко влезь в интернет там на Полит.ру новый скандал через Данко и резервный банк Банка Лосаевых Ильичев якобы отмывал деньги от продажи оружия террористам а Замятин их всех отмазывал и кто это раскопал неуловимые мстители хмыкнул Меркулов Сосновский что ли ну по размаху и безупречности подачи информации это на него очень похоже там все вплоть до номеров щитов у меня вообще сложилось впечатление что он это не раскопал а сам так или иначе сконструировал контролировал Данко изнутри предположил турецкий точно а шпионом был скрипник который не только наблюдал но и приворовывал как мы однако вовремя глиночку оттуда выдернули я прямо себя зауважал ну ну буркнул Меркулов дай бог чтоб для нее эта эпопея действительно закончилась а хмуренко прижучили насчет свидетеля поинтересовался турецкий нет руководство канала за него горой стоит упирают на то что мы с ФСБ должны разбираться а не с журналистами они мол не виноваты что в стране силовики не могут друг с другом договориться замятин 15 апреля 21.45 он сильно озяб день выдался не по весеннему холодный и сырой ко всему к вечеру пошел мелкий дождь прокурор укутался в плед в кресле напротив самолично растопленного камина и боролся с грустными мыслями выпить граммов 50 коньяка или воздержаться в последнее время у него начало пошаливать печень пришлось принимать корсил что категорически исключало потребление любых доз спиртного даже пива иначе весь 24-дневный курс лечения летел коту под хвост поборовшись с самим собой еще какое-то время заметен подавил желание согреться коньяком здраво рассудив что здоровье дороже мимолетных побуждений и негромко позвал будь добра чая погорячее с лимоном из кухни донесся мягкий женский голос Володя потерпи минуточку сейчас кипит чайник замятин поправил на ногах плед поплотнее запахнулся равнодушно оглядел просторную гостиную прислугу он сегодня отпустил в доме с ним была только она она приехала не так давно но обретенное уединение не принесло ожидаемого покоя и отдыха висела гнетущая тишина и выползающая из нее чувство нереального чужого мира впрочем своим этот мир никогда и не был соседи по отдыху в Архангельском все сплошь были высокопоставленными государственными чиновниками неважно военным или гражданским был хозяин все дачи походили друг на друга как близнецы сперва замятина удивляла некоторая внешняя и внутренняя необжитость а кое-где даже запущенность многих домов но когда он и сам получил в личное распоряжение такой вот служебный загородный коттедж все стало предельно ясно сегодня он особенно остро чувствовал что никогда не был здесь хозяином а так временно прописанным жильцом сменится власть и завтра послезавтра тебя выселят так к чему благоустраивать жилье которое могут отнять так же легко как и давали ни к чему но женщины правда пытались создать домашний уют традиционными женскими средствами но казенный дух въевшийся сюда за многие годы не выветривался и незримо но ощутимо присутствовал нет одного хозяина нет и порядка так и в многострадальной России все ее рвут пинают пользуются а позаботиться некому нет одного и настоящего потому и бардак потому и запустение такие невеселые мысли одолевали замятина а скверная погода и разболевшаяся печень только подливали масло в огонь из кухни донесся характерный свист в отношении быта прокурор был консервативен и за городом все эти новомодные импортно-электрические чайники не признавал обычный чайник со свистком оставался неизменным и единственно допустимым в процессе приготовления древнего напитка заметен считал себя чайным гурманом и его чая великолепным знатоком минимум 6-7 сортов у него всегда было под рукой к кофе как человек немолодой он относился сдержанно хотя тоже любил она появилась бесшумно как тень поставила на журнальный столик поднос с чаем и печеньем а скоро будет готов ужин заметен лишь молча кивнул он был глубоко погружен в себя женщина также бесшумно исчезла на кухне его начала раздражать тишина нарушаемая лишь слабыми звуками доносящимися из комнаты где она хозяйничала предусмотрительно заперев дверь незаметно в руке оказался пульт дистанционного управления и темный экран филипса ожил яркими красками заметен принялся беспорядочно переключать программы новостей нигде не было мыльные оперы и сериалы сменялись американскими боевиками и какими-то бестолковыми развлекательными передачами вот мелькнули кадры хроники мелькнули палец прокурора повис в воздухе канал культура крутил историко-документальный фильм о второй мировой войне опять же американский авиация вермахта бомбила и расстреливала морские караваны союзников направлявшиеся с военной и другой помощью в советский союз а вот союзники уже преодолели ла-манш и высаживаются под ураганным огнем немцев в Западной Европе начинается их победоносно-освободительное шествие да посмотришь послушаешь рассуждал Замятин и можно подумать что это они выиграли войну а мы так сбоку припеку мелкий незначительный эпизод ну может и не совсем незначительный но уж не решающий это точно он опять переключил канал НТВ плюс транслировал ожесточенный поединок на корте для игры в большой теннис два молодых парня пинали ракетками туда-сюда желтый мячик приседали подпрыгивали стремительно бросались в сторону Замятин не раз слышал советы коллег по работе и высокопоставленных знакомых чиновников заняться этим ставшим в последнее время популярным в Кремле спортом говорили очень полезен для поддержания здоровья особенно нормальной физической формы а как определить этот критерий нормальное или если президент пытается играть подражая заграничным аристократам дипломатам и так далее и тому подобное то и все должны вооружиться ракетками и скакать вдоль сетки Замятин представлял себя в теннисной форме аристократам